Стоит ферма Квест Япония и эксклюзивный дистрибьютор на территории России и СНГ Ассоциация Олимп. Кэйкэн, кулак формы и мысли, принадлежит группе традиционных китайских систем Найкэкэн, кулак внутренней школы. Является одним из наиболее древних среди многочисленных китайских боевых искусств. Среди других стилей внутренней школы, таких как Дайдзэцюань, кулак великого предела, и Бугуаджан, ладонь 8-3 грамм, Гэйкэн выделяется своей эффективностью и наличием элементов тайного искусства. Его можно назвать окончательной формой боевого искусства, лишенной всяких украшений. Это конденсация действительных боевых приемов, накопленных Китая за долгую историю многочисленных войн. Этот стиль является искусством высшего класса и при этом очень тщательно разработанным. И даже движения, кажущиеся на первый взгляд простыми, требуют овладения многочисленными тонкостями. И невозможно добиться хорошего результата, пока все эти тонкости не будут доведены до совершенства. Кэйкэн часто называют боевым искусством формы и мысли. И действительно, его название значит соединение путей кулака форм и кулака мысли. Кулак форм обозначает 12 форм, входящих в Кэйкэн. В древности кулак форм Кэйкэн тренировали на основе 10 небесных форм, 10 знаков, обозначающих небесный круговорот. А затем перешли на основу из 12 земных форм и стали называть его кулак 12 форм, соответствующим названием 12-летнего цикла крыса, булвол, тигр и так далее. Цель кулака 12 форм подражать повадкам и реакции 12 животных 12-летнего цикла, овладеть необходимым для себя боевым искусством и умением. С другой стороны, кулак мысли и Кэйкэн обозначает кулак пяти элементов Гогио Кэйкэн, входящих в Найкэ Кэйкэн. Кулак пяти элементов основан на пяти элементах дерева, огня, земли, металла и воды, которые являются элементами древней китайской философии. И здесь обозначает мысль, то есть сознание, рождаемое великим космосом. Стяжневую идею кулака мысли можно обозначить следующим образом. Сердцем использовать мысль, с помощью мысли понимать ци, с помощью ци управлять силой. Кэйкэн имеет очень древнюю историю и дошел до нашего времени, разветвившись на многочисленные школы. Например, школа Хабэ, школа Ганэнь, школа Шан-Си и другие. На этом видео учитель Тэй Сэйрю, возглавляющий ныне все школы, унаследовавшие все традиции Кэйкэн, впервые представляет тайное мастерство этого стиля, сохраненное этим направлением. За долгие годы знакомит нас с древним традиционным искусством Кэйкэн. Внутренняя школа Тэй Сэйрю, Кэйкэн. Основные принципы Кэйкэна в китайских боевых искусствах часто используют понятия Сэй, Ки, Син. Энергия, Ци, Дух. Которые являются частью понятия. Сан-Сай — три категории. Вверху — небо, в левом нижнем углу земля, в правом нижнем — человек. Сан-Сай обозначает небо, землю и человека. Существует понятие три небесных драгоценности, три земные драгоценности и три человеческие драгоценности. Три небесные драгоценности — это Солнце, Луна и Звезды. Три земные драгоценности — это Вода, Огонь и Ветер. Эти два пункта обозначают различные изменения во Вселенной. Три человеческие драгоценности — это Сэй, Ки, Син. Энергия, Ци, Дух. Они обозначают основные элементы человеческого существования. Кроме того, они обозначают еще все принципы, на которых существует человек в этом мире. Затем Сан-Тай — три положения. Обычно это означает голову, руки, ноги или голову верхней конечности, нижней конечности, верхний центр, низ. В нашем направлении это обозначает три состояния. Газообразная, истинная С, жидкая, слюна, жидкость, семени, кровь, твердые внутренние органы, кожа, мясо, мышцы, кости. Затем наиболее важные три центра. Здесь есть два толкования — центр рук, центр ног, центр сердца или центр рук, центр ног, макушка. Сан-Гай — три запрета. Следующие три запретные вещи. Первое — выжимать до конца все Ци. Второе — использовать неуправляемую силу. Выпячивать грудь, не оставляя сознание в животе. Сан-Гай — три окружности. Это окружности тела, необходимые для пропускания Ци и силы Кэй. Первое — спина. Спину округляем. Для этого грудь вытягиваем вовнутрь и образуем как бы круг. Центр руки округляем внутреннюю сторону кисти руки. Спина руки округляем внешнюю сторону кисти руки. Пасть тигра округляем пасть тигра. Это необходимые окружности для пропускания Ци и силы Кэй. Сан-Гай — три изгиба. Оба локтя округляем руку от плеча до запястья, будем называть это изгибом. Обе руки округляем внутреннюю сторону руки от плеча до кисти в такое положение обе руки. Это также будем называть изгибом. Обе ноги округляем ноги, получаем изгиб. Эти были три изгиба. Сан-Суй — три опускания. Опуская вниз плечи и локти, опускаем Ци. В нижнюю — Диан-Тань. Плечи и локти всегда связаны. Этапы продвижения в Кэй-Кен. Сан-Со-Кан-Фу — три уровня кунг-фу. Первый уровень кунг-фу. Его цель — тренируя энергию, превратить ее в Ци. Это осуществляется в нижнем Дан-Тяне. Катан-Ден. Этот метод называется «малый круг неба». Вверху — «малый круг неба». Слева — «рэнки». Сама тренировка. Ниже — «самаяку» — изготовить лекарство. Еще ниже — закрыть печь. В правой стороне вверху — «чо-яку» составить лекарство. Ниже — взять лекарство. И еще ниже — очистить лекарство. В начале «рэнки», то есть тренировать себя, то есть внимательно следить за положением тела, осознавать каждую часть тела, отключиться от посторонних мыслей. Этим мы добиваемся потока энергии Сэй. Затем идут «чаяку», «саньяку», «синьяку» и «хора». Этапы соответственные этапам обращения с лекарством. Составить, изготовить, взять, закрыть, очистить лекарство. С помощью этих шести этапов сочетается «малый круг неба». Один из методов тренировки этого называется «регисей». Положение двух правил. Вначале выносим левую руку перед собой на уровень глаз. Затем также правую руку. Затем соединяем средний палец, правая рука и указательный палец левый. В этом положении тренируем Ци. Второй уровень кунг-фу. Его цель — тренирую Ци, преобразую его в дух Синь. Это осуществляется в среднем Даньтяню, Чунтаньцзэнь. Метод тренировки этого «большой круг неба». Ци — это сущность жизни и источник движения. Пропускаем Ци через верх, центр и низ нашего тела, голову, руки, ноги. Мы достигаем второго уровня кунг-фу, большого круга неба. Третий уровень кунг-фу. Его цель — преобразованием духа Синь вернуть его в пустоту. То есть такое состояние, когда дух Синь не постигается мыслью. Третий уровень кунг-фу осуществляется в верхнем Даньтянне. Цио-тан-дэн. Существует понятие «гакэн» — пять ударов гу-гё, пять элементов гу-кан, пять чувств гу-зо, пять внутренних органов. Эти понятия тесно свяжены между собой. Мы смотрим сейчас пятиугольник, на сторонах которых рассекающий удар вверху, справа — врезающие почки вода, ниже — дерево, печень, огонь, дальше — и земля. Возьмём, к примеру, из пяти элементов гу-гё — металл. Металл превращается в топор. В пяти ударах гакэн соответствует рассекающим ударам. В пяти чувствах — это нос, пять внутренних органов, лёгкие направления — запад. Нос поддерживает быстроту ци. А через лёгкие ци рождается энергия сэй. Топор бывает разных видов, в том числе футо. Топор — меч и топор — молот. Ладонь соответствует футо, а кулак — футей. Обе являются топорами, и поэтому движение одно и то же. Следовательно, соответственно, решающий кулак, рассекающая ладонь. Затем перейдём к основным положениям рук, ног, корпуса, используемых в кайкен. Рука — это пальцы, ладонь, основные ладони. В кайкен рука — это кулак, ладонь, пальцы, крюк. Крюк — это форма, когда к большому пальцу прижимаются остальные четыре пальца. Теперь объясню, что такое кулак. Вначале подгибаем четыре пальца, затем в таком состоянии помещаем их вовнутрь. Затем помещает большой палец между первым и вторым суставом указательного. Этот кулак называется мон-бэ-цусэй. Ещё один вид си-зэнсуй — естественный. Также подгибаем четыре пальца. Большой палец помещаем на внутренний сустав среднего пальца. Затем... Канкен. Пронзающий кулак. Пальцы подгибаем указательный вперёд, большой на него сверху. Ио-кэн — солнечный кулак. Называется также сан-кэн. И-кэн — лунный кулак. Инь — такой кулак часто используют в форме лошади. Ханин-хан-ньон-кэн — полулунный, полусолнечный кулак. Используется в приёме ха-кэн. Объясню сан-кэн. Изгиб кисти 120 градусов. Видим на картинке. Однако в изменённой форме хан-кэн рука сан-кэн образует прямую линию. Теперь ин-кэн — лунный ин-кулак. Его вид — джё-сан-дань, верхний сан-суй. В случае джи-сен-кан угол составляет 35 градусов, выходит вперёд с запястьем. В случае чу-сан-суй — средний сан-суй. Под углом 30-35 градусов выходит вперёд с спиной кулака, тыльной стороной ладони. При этом кисть поворачивается в сторону мизинца. Последний одинаково в верхнем и в среднем сан-суй. Ладонь. Кокай-сё. Ладонь в форме тигра. Этот тип ладони часто используется в ха-ке, кэн — рассекающий удар. Обратите внимание на то, что пасть тигра открыта. Форма ладони естественна. Котако-сё. Ладонь опоры тигра. Пальцы полностью сгибаем. Ладонь плоская. Когда эта ладонь выходит вперёд, угол запястья 90 градусов. Йосо-сё. Ладонь когти ястреба. Сгибаем пальцы в первом и втором суставах, запястье на одной линии. Хо-чё-сё. Ладонь. Восемь. Хо-чё-сё. Открываем пасть тигра. Три пальца загибаем вовнутрь. Кэн-кэ-сё-сё. Ладонь. Секрет мяча. Обратите внимание на то, что два пальца прямо выносятся вперёд. Запястье плоское. Большой палец прижимается к двум подогнутым пальцам. Шаги. Хоккаси. Высокий шаг. Угол стопы задней ноги 45 градусов. Затем к лодыжке задней ноги приставляем пятку передней. И ведём её вперёд. Не на расстояние, которое в высоком шаге равно расстоянию от колена до стопы. Стопу передней ноги чуть-чуть заворачиваем вовнутрь. 10 градусов. Мы видим одинаковое расстояние. Чу-на-си. Средний шаг. Стопа задней ноги также повёрнута на 45 градусов. Переднюю ногу выносим вперёд от пятки задней на расстояние, равное двум расстояниям от колена. Передняя стопа повёрнута на 25 градусов. Тейкаси. Низкий шаг. Угол задней стопы также 45 градусов. Передняя нога выносится на расстояние, равное трём расстояниям от колена до стопы. Передняя стопа также разворачивается на 45 градусов. Причём носок передней стопы находится на одной линии с пяткой задней. Затем Е-хё. Перекрученный шаг. В случае, если левая рука впереди, он называется Джюн-по. Если впереди правая рука, сжатая в кулак, это называется Йо-хо. Сэн-си-хо. Шаг ножницы. Часто используется в шестой форме дракона. Обратите внимание на то, что носок задний. Ноги только касаются земли. Ко-хо. Ожидающий шаг. Используется при поворотах корпуса. Ко-хо. Смыкающий шаг. Задняя стопа под углом 45 градусов. Передняя стопа тоже под углом 45 градусов. Сумпо. 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 Передней ногой делаем маленький шажок вперед. Затем переносим корпус слегка вперед. По мере этого задняя нога делает толкающие движения. При этом необходимо топнуть пяткой. Топающий шаг. Ко-хо. Джи-ку-хо. Положение ног такое же, как и при ко-хо. Смыкающийся шаг. Используется вместе с рассекающим ударом. Затем форма дракона используема при сэн-си-хо. Шаг ножницы. Затем, подтягивая вначале заднюю ногу, переднюю переставляем вперед. Все это называется дзю-хо. Унсоку. Передвижение ног. Познакомьтесь с передвижением ног в кэй-кэн. Сан-каку-хо. Треугольный шаг. Способ передвижения ног используем в реальном поединке. В этих передвижениях используются все положения, с которыми мы вас познакомили. Хорошо подходит при отражении нескольких противников. Кай-хо. Быстрый шаг. Сэ-чис-сай-хо. Шаг семи звезд. Сан-тай-сэн. Три положения. Кокосе. Высокий шаг. Объясню в начале дзен-пи. Локоть вперед. Вот это положение руки от плеча до запястья. Уровень от плеча до запястья. Сейчас на картинке видно расставленные углы и расстояние. Расстояние один сунь. Между прямой от пальцев до плеча и локтем. В кратчайшем расстоянии. Локоть слегка согнут вниз. Этот плечо и запястья на одном уровне. Локоть опущен вниз на один сунь. Это примерно 3 сантиметра. Итак, приступим к форме сан-тан-сэй. Трех положений. Кокоси. Высокий шаг. Здесь особенно важно правильно распределить центр тяжести. По центрам тяжести имеется в виду опора на ноги. Распределяем вес следующим образом. То есть 8 слева, 2 справа. Центр тяжести соответствует линии, падающей отвесно от макушки. На земле эта точка находится на 2-3 суна. 6-9 сантиметров перед задней ногой. Затем еще важно. Бедро передней ноги. Угол сгиба 160 градусов. Этот угол необходим для кокоси. 160 градусов. Бедро задней ноги. Под углом 150 градусов. Видимо, 150 градусов. Затем баланс в задней ноге и положение рук. При этом следите, чтобы угол составлял 60 градусов. Сейчас видно 60 градусов. Представляем к исходной ноге, задней ноге и рукам. Таким образом осуществляем тренировку высокого шага кокоси. Цель – тренировка шага, тренировка обеих ног. Чукаси – средний шаг. Ногу выносим вперед на расстояние в 2 раза больше, чем в предыдущей форме. Распределение силы. Видим 7 к 3. Распределяем вес на ноги. Затем центральная точка на земле. От пятки задней ноги откладываем в расстояние, равное расстояние от колена до низа. При этом расстояние от мыска задней ноги до точки равного 1 3 расстояния от мыска задней ноги до пятки передней. Обратите внимание на то, что перпендикуляр от макушки должен падать на эту точку. 1 третье расстояние. Передняя нога согнута под углом 150 градусов Угол изменяется по внутренней стороне Угол задней ноги 140 градусов Вот этот угол Теперь баланс верха, центра и низа Как и в предыдущем служащии, угол между линией, проведенной через исходную точку задней ноги и руки и линии пола Здесь этот угол составляет 45 градусов Цель Чукаси – тренировка ног, увеличить возможность ног Тейкаси – низкий шаг Расстояние между стопами равно трем расстояниям от колена до стопы Распределем силы Задняя нога 6, передняя нога 4 Центр тяжести Опускаем перпендикуляр от макушки Проводим прямую через пятку и коленку задней ноги Угол между этими двумя линиями 45 градусов Следите, чтобы перпендикуляр проходил через макушку Затем угол сгиба передней ноги равен 140 градусам Задней 120 градусам Затем угол между линией, проведенной через исходную точку задней ноги и запястья и линии пола равен 35 градусам Цель Тейкаси – тренировать спину, увеличивать силу спины Косио Цудо Тигр выходит из норы Косио Цель Тейкаси – тренировать спины Торо Таолу Торо Таолу – форма Ка-хо-ку-ха Коси-ку-сай Восьмая форма Хабейской школы Показ формы проводится медленно для того, чтобы вы могли тренировать ее, смотря видео Кто-то наблюдает Иисус Продолжение следует... 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 Продолжение следует...